Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Предлагаю сегодня обсудить тему веб-квесты, игры, кейсы в учебном процессе. Что самое важное для учителя? Для меня восторг и горящие глаза учеников, когда они открывают для себя новые знания, новые способы учения, когда начинают проектировать свою образовательную траекторию. Готовое знание в форме веб-квеста, игры, кейса в наше время найти несложно. Но даже зная рецепт приготовления интеллектуальной пищи, может быть неаппетитный. Если устали от информирования и подачи готового знания, то приглашаем на курс, который начнется 1 июня, где мы поговорим, обсудим, постараемся раскрыть дидактические секреты проектирования веб-квестов, игры, кейсов. И как говорил Бернард Шоу, если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся ими, то у нас будет только одно яблоко. Но если у вас есть идея и у меня есть идея, то при обмене у нас будет две, а может быть генерируем еще больше идей о том, как проектировать учебный процесс, как выстроить образовательное пространство, как писать сценарии игр и кейсов. Согласимся с выдающимся ученым Беспалько о том, что цель и пафос педагогической науки – это возможность проектировать и осуществлять обучение и воспитание с гарантированным эффектом. Другой цели у педагогики нет, так считает великий педагог. Но успех в обучении и воспитании зависит еще от наших учеников, от их умения и желания учиться. В образовательном океане поэм и учебный процесс множество взаимосвязанных педагогических ситуаций, которые могут вызвать девятый вал, а могут демонстрировать кажущую спокойствие. В образовательном океане взаимодействуют два сложных внутренних мира – того, кто учит и того, кто учится. И прежде чем начать разговор по заявленной теме вебинара, я последуюсь своей традицией, которой более 25 лет я даю анкету школьникам, учителям, студентам, преподавателям. Что в этой анкете? Я предлагаю ответить на вопросы. Что такое процесс учения? Что такое процесс преподавания? Что такое обучение? Что такое граф? Ментальная сеть? Что такое проблема? Цель? И еще также предлагаю им перечислить в глаголах, как они обрабатывают информацию. И, увы, очень часто картина бывает одна и та же, с той картиной, которую наблюдала в 2020 году. Из 700 отечественных иностранных ординаторов, изучавших педагогов в Сеченовском университете, 97% к сожалению не справились с ответами на эти вопросы. Советую вам также проверять своих учеников, школьников, студентов, на понимание этих терминов. Поэтому, прежде чем давать знания, подготовить веб-квест, кейс, игру, мы с ординаторами говорили о том, что процесс учения – это целенаправленная деятельность ученика, а процесс преподавания – это целенаправленная деятельность учителя. А что процесс обучения складывается из процесса учения и преподавания. И обучение будет успешным, если оно умело сочетается, что граф – это не титул, и что сегодня мы как никогда должны уметь обрабатывать информацию, уметь учиться. На этом слайде представлено 7 шагов для ученика. Что объединяет такие формы, как веб-квест, игра и кейс? Наличие проблемы, которые мотивируют к учению в большей степени, чем лекция или традиционная форма. Но процесс выявления обучающимися проблемами требует специального рассмотрения в формате проектирования, дидактического анализа, подготовки методических рекомендаций, как для преподавателей, так и для студентов. Подготовки инструкций, алгоритмов, систем заданий, на которых будут создаваться квесты, игры, кейсы. Об этом мы будем говорить на курсе, который начнется 1 июня. Обратите внимание, на слайде слева есть иероглиф, что означает «путь». Он показывает, что это не только не так просто самому решить проблему, не зацикливаясь на них. Надо будет выбрать вам, что взять в дорогу. Любимые грабли, которые создадут новые проблемы, или разобраться с проблемами без страха и тревоги. Обрести смысл и реализовать свои ожидания. Сделаем рефлексивную остановку. Плутар сказал, что ученик – это не сосуд, а факел, который надо зажечь. Зажечь мало. Надо, чтобы ученик стал проактивным, приблизился к аутотелической личности. Проблема – это не цветок. Она сама не раскроется. Ее надо посвятить вопросами. И нужный вопрос – это 50% ответа. А еще проблему надо осознать, почувствовать, увидеть, ощутить на вкус, распаковать при помощи визуализации и забыть на время. Как видим, у проблемы есть свой инкубатор. Посидит в подсознании, помолчит и сдастся, сама заговорит. А нам нужно будет четко сформулировать цель, пути ее достижения, нарисовать модель, картинку, выбрать показатели, критерии, посмотреть на результат и либо похвалить себя, либо начать сначала. А дальше мы вновь повторяем шаги, но уже с новой проблемой. Шестой шаг проектирования будущей работы – это своего рода творческая кухня для ума людей любого возраста и профессии. Это открытие нового, чтобы процесс решения проблемы доставил удовольствие. А вот вы знаете, что в 1957 году Ньюэл, Шоу и Саймон написали «Общий решатель проблем». Но, увы, универсальных рецептов они так и не нашли. Можно выделить три вида проблем – познавательное, поведенческое, принятие решений. Познавательное имеет вопросы, как это понять, почему это происходит. Поведенческое – почему ты так поступил. А действительно, почему? Надо бы сформулировать ответ, но это самое трудное. Не зря Гераклит Эферский в V веке до н.э. говорил «Многознание уму не научит». Я бы добавила еще – учитесь формулировать вопросы. Согласимся, что человек, привыкший к готовым решениям, противоречий не любит и свернет на протоптанную дорожку. Для развития ума противоречий – это сигнал появления проблемы. Кстати, искусство решения проблем во многом зависит от умения определять, что надо выиграть, а что надо отдать. В проектировании учебного процесса главное – новизна. Но чтобы достичь плодовидности в создании идей, надо, согласно метафоре, приготовить пищу для ума. Поэтому так важно при проектировании веб-квеста готовить такие вопросы, которые помогут самостоятельно открывать для себя новые знания. И как сказал Джеймс Тарберт, «Я предпочел бы знать некоторые вопросы, с чем все ответы». В современный мир погрузился сейчас в волшебный мир геймификации, в мир игр, одна из которых – квест. Немного истории. Как известно, первый квест с Геймс создан в начале 70-х годов. Участники искали сокровища по координатам городов Сан-Франциско и Сиэтла. На основе игры было отснято много фильмов, и еще будет много написано книг. Геймификация существует в обучении и воспитании давно. Кстати, «12 подвигов Геракла» – это тоже квест. В мифологии и литературе понятие «квест» означало один из способов построения сюжета. Тершествие персонажей к определенной цели через преодоление, конечно же, трудностей. А сейчас подключились еще к компьютерной технологии. Геймификацию исследовали Габе Цихерман и Юка Ичоу, как вы знаете, и предложили нам современный паразитм открытого образовательного пространства компьютерной игры. Там есть познавательная цель, занимательный сюжет, вариативный сценарий игры, возможность постоянного развития, атмосфера эмоциональной вовлеченности. Там же есть еще и возможность группового взаимодействия. Согласно теории актуализма Юка Ичоу, создание успешной компьютерной игры основано на глубоком знании особенностей человеческой психологии. Почему? Ну, потому что в игре должны быть реализованы важные для игрока черты. Значимость происходящего, развитие достижения, раскрытие потенциала игрока, чувство собственности, ограниченность ресурсов, непредсказуемость, ну, еще возможность предотвращения потерь. Высока роль гемификации в дистанционном образовании, повышение мотивации, активизации познавательной деятельности как детей, так и взрослых, и детей в том числе с ограниченными возможностями. Но, на мой взгляд, квест мало изучен с позиции дидактики. Консорция веб-квеста была разработана в США, в университете Сан-Диего в середине 90-х годов, профессорами, доджем, а потом подключился еще Тони Марч. По определению разработчика первых веб-квестов доджем, веб-квест представляет собой деятельность, которая направлена на разрешение поставленной задачи, при которой учащиеся получают информацию из источников интернета, анализируют ее, используя для своих целей. Квест с английского приводится как поиск приключений. В настоящее время используются различные ресурсы по заданным сценариям, например, сюжетам, об охотниках за сокровищами и пирамид. Образовательный веб-квест – это задание с четко определенной структурой, этапами выполнения, решение которого осуществляется с помощью ресурсов интернета. Немножко поговорим о преимуществах веб-квестов. Они конструируются в том, что здесь есть приключения, интерактивные истории с главным героем, управляемым игроком. В сфере, кстати, развлечения – командная игра, комната, из которой нужно выбраться, находя и используя подсказки, в условиях ограниченного времени. Например, мне хочется вспомнить один из замечательных сайтов, созданных детьми, которые занимались экологической деятельностью. И хочется сказать огромное спасибо детям Карелии, создавшим этот сайт. Вот что они пишут. «Мы с легким сердцем живем в поселке Лейпи, чтобы найти красоту природы и красоту человека, захватывающий дух виды и интересных людей с неповторимыми историями. И найдя, расскажем о них». Итак, образовательный квест – это вид интерактивных технологий, которые позволяют решить задачи образовательную, вовлекая учащуюся в активный познавательный процесс, умение работать самостоятельно, а также воспитательную, очень важное, уважение к культурным традициям и истории. О чем надо помнить? Нужно помнить, что к игре нужно готовиться заранее и достаточно серьезно. Необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность. Это тренировка памяти и внимания. Это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники договариваются друг с другом, распределяют обязанности, действуют вместе, переживают друг за другом, помогать, будучи в команде единомысленников. Мы знаем о том, что кейсы, и вы знаете о том, что кейсы бывают разные, и по содержанию, и по срокам, и по форме, и по деятельности. На этом слайде я попыталась объединить виды и формы веб-квестов в более компактном варианте, в форме визуализации. Я так думаю, что она вам понятна, и не стоит ее объяснять. Мне бы хотелось еще сказать о том, что на сегодняшний день в педагогику квест-технологии пришла из мира компьютерных игр в конце 20 века. И начиная... Все началось с квестов, в которых главный герой должен решать определенную задачу, например, обезвредить дракона. И для достижения этой цели герой необходимо было выполнять различные второстепенные действия. Ну, к примеру, найти меч, раздобыть снотворный, чтобы усыпить дракона. Существуют еще другие игры, такие как Escape Room, инструктуальная игра, в которой игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, ища какие-то предметы и решая головоломки. Есть реальные квесты, есть виртуальные квесты. На сайте могут заходить в любое время, в любом месте играть там. Некоторые квесты включают в себя детективный сюжет, живой квест, сценарий, истории, расследования можно проводить как в помещении, на улице и так далее. Экшн-игры, задания сидуются с перемещениями, спортивными упражнениями. Есть перформанс, где актеры мешают или помогают игрокам. Темный, морфеус, глаза завязывают, и поэтому важны звуки и шумы. Мы можем сказать о том, что существует много классификаций. Я вам подготовила вот такую классификацию, в которой есть... Да, я еще забыла сказать, потому что есть квесты кратковременные, длительные, линейные, линейные, в которых игра построена по цепочке, где выполнять надо одно задание, потом получается другое. Есть штурмовые, где все игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач. Есть кольцевые, они представляют собой тот же линейный квест, но замкнутый в круг. И команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. Ну, а мы теперь смотрим классификацию веб-квестов по трем принципам – по времени, по типу и на предметах содержания. Давайте немножко остановимся на этом поподробнее. Вот формат пересказа. Он должен отличаться от прочитанного. Это не просто копирование, это понимание. В сравнении прогноза, да, внешнего развития системы, поиск решений, выход из затруднительной ситуации – это уже будет изобретательская задача. Когда мы выходим на планирование и проектирование, это тоже важное умение, а еще и понимание себя, понимание себя через других. Компиляция. Чтобы задача компиляции была квалифицирована как истинный веб-квест, собранная информация должна быть преобразована и представлена в другом формате. При выполнении заданий можно разрабатывать свои критерии для выбора объектов, которые объединяются, то есть компилируются. Можно работать с разными источниками, создавать для них единую форму. Это как раз выход на уровень нового знания, пусть субъективного, нового для учащихся. Аналитические задачи в формате проблемы. Ну, например, почему Шерлок Холмс считал ступеньки, а доктора Ватсон нет. Поиск скретных смыслов, причинно-следственной связи. Они позволяют развивать внимание, коллективное обсуждение понятного. Вот краткий перечень значимости задач в эксклюзии. Есть еще задания-загадки. Можно использовать два варианта. Для простаков, а можно использовать как вариант без натаков. Таких заданий бывает очень много, и в литературе всегда можно найти специальные. Более того, студенты могут придумать свои загадки, ну, естественно, создавать творческие задания. Такой ведь как достижение консенсуса, он позволяет научиться коммуникативным умениям. Оценка, но это не как отметка за задание, а оценка явления. Есть такая форма журналистское расследование. Там можно спроектировать с виртуальным персонажем, реальным ученым и даже инопланетянином. Можно собирать факты, а можно собирать в виде новостей. Но при этом важна объективность, точность изложения фактов без творческой интерпретации. Это поможет студентам понять роль субъективности в оценках событий. Есть такой тип, как убеждение. Убеждение, как тип задания веб-квеста, также может многому научить, особенно работе в команде. А вот научные исследования – это интереснейший пласт, еще полностью, на мой взгляд, неоцененный преподавателями для организации научной, следовательской или проектной деятельности. А мы с вами идем на следующий слайд, который называется «Структура веб-квеста». Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. При подготовке образовательных квестов необходимо, конечно же, будет определить цель, задачи, учитывать целевую аудиторию, пространство, где будет происходить игра, написать сценарии. И первым этапом подготовки, конечно, будет формулировка идеи и цели, которые надо будет отрефлексировать в группе или индивидуально. Ну, например, воспитательной целью может быть сплочение коллектива, и тогда будут преобладать задания, связанные с командными взаимодействиями. Мы с вами на курсах попробуем разработать это довольно-таки глубоко. Ну, а финалом будет, конечно, объединение команд для того, чтобы на найденном вместе подсказками выйти на какое-то главное слово. После описания идеи и цели важно составить примерный список той информации, которую школьники должны будут получить, выполняя задания. Структура, это я говорила с позиции проектирования. Структура образовательного квеста может содержать введение, в котором описывается сюжет роли, задания, список информационных ресурсов, порядок выполнения, оценки, итоги, призы. Включается она в себя еще два этапа – ролевой и заключительный. Ролевой – это индивидуальная работа в команде на общий результат. Ну, и заключительный, он понятен. Команда работает совместно под руководством педагога. Технологические или технологии веб-квеста представлены на данном слайде. Она осуществляется следующим образом. Студентам формулируются задачи, для решения которой они должны будут найти информацию в источниках интернетовских. Но, как правило, преподаватель готовит соответствующие источники. После группового обсуждения и анализа полученной информации, учащие докладывают о результатах всей группе. Веб-квесты могут продолжаться от нескольких академических часов до нескольких недель. Это в случае, конечно, выполнения крупномасштабного исследовательского проекта. У метода есть недостатки. В части в веб-квестах не всегда развивают навыки работы в команде. Подготовка материалов требует много времени. Могут возникнуть какие-то технические проблемы. И поэтому мы с вами остановимся на достоинстве. А достоинство – это мотивирующая основа. О чем надо подумать? Перед вами слайд. Алгоритм бланка оценки заданий. Критерии оценки. Критерии должны быть адекватны, конечно, типу задания, целям, видам выполнения работы, выполнения деятельности. И учитывать достижение заявленной цели. Качество, естественно, выполнения работы, качество процесса. Здесь можно использовать и пятибалльную систему, подготовить описание параметров оценки. Ну и желательно, конечно, начинать с описания идеального варианта выполнения заданий, а затем уже переходить к возможным недостаткам выполнения работы по каждому критерию. Вот здесь, на этом этапе проектирования, здесь желательно прописать возможные сценарии, какие приведут к негативу. Платформа Learners, она разработала интересные квесты. Я его с удовольствием посмотрела. Тимур и его команда там задания в виде картинок. В Learning App и других платформах предлагается выбор квест-комнат, из которых надо выбираться. Каждая квест-комната обладает уникальными игровыми механиками, позволяет встраивать различное количество заданий. Есть бесплатные версии и премиум платные. Веб-квест, выберясь из комнаты, это задание в конце, необходимо выйти на какой-то ключ, который поможет открыть выход из комнаты. Выбор комнат интересный. Комната с окном, чтобы открыть сейф, надо найти ключ, где висят часы, который показывает время. Если правильно перенести на язык сейф, то это поможет открыть сейф и получить задание. Зеленая, желтая комната, комната с книгами. Пора прибраться, комната собака, химическая лаборатория, ремонт в комнате, комната путешественника, комната с кошкой, комната за... То есть выбор велик. Но мы остановимся на воспитательной, а не на развлекательной стране. Этому нас учат маленькие северяне скользкого полуострова, о которых я сегодня и говорила. Итак, суть квеста в том, что, как правило, есть некая идея, дойти до которой можно посредственно выполнять задания. Каждое задание – это ключ к следующей точке, к следующему заданию. Задания разные. Замечательно, что квесты могут проводиться и в аудиториях, и вне. Квесты, естественно, построены на коммуникативном взаимодействии. Не общаясь с другими игроками, невозможно достичь индивидуальных целей. Это, естественно, стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. Квесты помогают обучающимся отлично справляться с команднообразованием. Здесь мы постараемся на курсах как можно больше уделить этому внимания. Помогают им наладить успешное взаимодействие в команде, посмотреть о том, какие существуют стратегии, лидерские и другие особенности. Почувствовать, сформовать взаимовыручку, распределение обязанностей и так далее. Ну, так, чтобы учиться без паники, мобилизовать и быстро решать какие-то нестандартные задачи. Ну, потому что квесты несут в себе элемент соревновательности, способствуют, кроме этого, еще и развитию аналитических способностей. Вот здесь я говорила сейчас о великой развивающей роли квеста. Причем обучение происходит незаметно. Ведь при решении поставленных задач узнается очень много нового. Квест, таким образом, это прекрасная возможность приобрести новые знания и опыт, развить какие-то индивидуальные качества, творческую инициативу, выработать у обучающихся навыки самостоятельной навигации в информационных полях, формировать какие-то универсальные умения, разрешать проблемы и так далее. О создании веб-квестов великолепно рассказывает замечательный спикер, директор Академии, который сейчас мы можем с удовольствием слушать, Марина Анатольевна Орешко. И я считаю, что нам нет надобности повторять то, что она великолепно делает. Достаточно только включить, посмотреть те вебинары, которые она готовит в этом направлении. Большое ей спасибо за это. Сейчас мы с вами переходим к некоторым фрагментам веб-квестов, которые готовили ординаторы Сеченовского университета. Я обращаю ваше внимание на то, что это не целый веб-квест, это фрагмент, у него есть тема, и смысл сводился к тому, чтобы найти слова и потом их записать в кроссворде. Вот о чем мне сказала Алиса, когда составляла этот веб-квест? Она сказала о том, а почему нам не давали таких заданий? Ведь это же великолепно можно набрать и очень быстро набрать знания по какой-то теме, которая должна быть изучена. И представляете, столько лет человек учился и впервые столкнулся за долгие годы обучения с этой формой. Поэтому, естественно, необходимо эту форму как можно чаще внедрять и давать нашим учащимся получать колоссальное удовольствие. Следующий фрагмент, он называется «Музыкальная пауза». Это ординатор, медицинская специальность. Но, тем не менее, ее увлекает музыка. И она создала веб-квест очень интересный, выбрала там замечательную роль архиварусь, музыковеда, клипмейкера и прописала для каждого из них задания, написав цель. Я подготовила здесь несколько фрагментов из ее замечательного веб-квеста, задания для музыковеда. Но она, конечно, здесь немножко, по-моему, утрировала подготовить проект программы. Но это ее было право-право автора этого квеста. Кроме этого, задание для клипмейкера создание виртуальной экскурсии по местам путешествий работы Чайковского было ей представлено довольно-таки четко, грамотно и интересно. Вы посмотрите, пожалуйста, на этом слайде рефлексию, которую она написала. Ей в голову не приходило о том, что на сегодняшний день это так легко можно сделать. Посмотрите, она весь этот огромный материал умудрила сделать за 4 часа. Но за эти 4 часа она познакомилась с интереснейшим методом подачи информации и была безмерно благодарна, создавая этот веб-квест. Следующий пример фрагмента веб-квеста в гостях у доктора Хауса ординатор Токарева сделала. Я его, естественно, сократила. Я убрала всю медицинскую составляющую, поэтому здесь стоит многоточие. Здесь очень интересный аспект, когда необходимо будет по фотографиям отдельных частей личности попробовать выйти на какую-то диагностику с позиции врача-терапевта, с позиции врача-рентгенолога ну и с позиции врача-клинического фармаколога. В рефлексии меня поразила такая фраза. Оказывается, наши студенты, наши ординаторы не понимают о том, что наша преподавательская деятельность требует огромного количества сил и достаточно большой траты времени. Побывав в шкуре нашей профессии, она поняла, что это ее призвание и согласилась со мной, что ей это удалось, и у нее есть способность в этом направлении. Ну а сейчас мы переходим с вами к второй составляющей нашей темы – это игры. Обыкры говорят очень часто, что это восьмое чудо света. У меня нет сейчас возможности говорить очень долго по этому поводу, но вот я так думаю, что мы с вами согласимся, что это форма активной или интерактивной учебной деятельности, в результате которых мы с вами получаем еще и удовольствие. Поэтому немножко перейдем к режиссуре. Сценарист и драматург Сергей Бойков, нет, Сергей Борисов, я перепутала, Сергей Борисов, он считает, что придумать оригинальную игру – это значит определить и сформулировать ее драматургические понятия. Что он нам выделяет? Он нам выделяет игровой замысел, который определяет цели, задачи игры, игровой драматургический конфликт, как противоречия, противоречия между кем и кем, между создателем игры и ее участниками. И когда мы будем заниматься проектированием, мы будем стараться очень много говорить о том, как преодолеть это противостояние, нежелание, немотивированность, отсутствие включаемости в эту игру с довольно-таки быстрым переходом к следующему этапу, к игровой расстановке участников. Это тоже надо будет хорошо прописывать, потому что если мизансена не будет четко представлена, то в результате игровое действие, которое идет в следующей стадии, оно не позволит нашим участникам быть в нужном месте в нужное время. Создаются игровые правила, по мнению Борисова, это на пятом этапе, и игровое пространство, на котором проводится игра. Ну и последнее, говорила о том, что необходимо будет подумать о реквизите. Согласимся, что элементы театра... Вот когда я была на Эдгранче, я задала как раз ведущим театраловедам вопросы по поводу театральной педагогики. Какие элементы театральной педагогики на сегодняшний день являются одним из современных методов, которые можно внедрить в нашу деятельность. Ну а совет был очень неоднозначный. Об этом надо было подумать еще. Итак, ну мне так кажется, что элементы театральной педагогики, они очень хорошо ложатся на подготовку дидактических игр, особенно на дидактический театр, о котором я на курсах буду говорить довольно-таки подробно, потому что мы много со школьниками делали дидактический театр, и даже делали видео для них. Я не стану говорить долго о том, что игры делятся по видам на настольные, словесные, компьютерные, что по форме они бывают индивидуальные, парные, коллективные, массовые, планетарные, что по содержанию бывают математические, сенсорные, речевые, музыкальные, по принципам социальные, психологические, что характер, процесс типа игры может делиться на предметные, сюжетные, что существуют игры путешествия, предложения, предположения, игры поручения, загадки, беседы. Как мы понимаем, забава игра – это не одно и то же. На следующем слайде «Дело мастера боится» представлена структура дидактической игры, которая включает задачи, игровые действия, правила игры и результат. Речь идет скорее о мастерской с набором инструментов и стратегий для глубокого исследования, поиска новых идей, выполнения экспериментов, проверки гипотез, которые приведут к озарению, к новому знанию, к нужному результату. То есть в игре, естественно, есть креативность, есть творчество, есть способность к изобретениям. И мы помним о том, что творчество очень долгое время называли «черным ящиком». Считалось, что творец вошел в комнату, перед ним поставили задачу, он выходит уже с более-менее подготовленным открытием. Но даже вот наблюдение за работой творца кажется непонятным. Если судить по предварительным наброскам, то это тоже не снимается из покрова тайны. Поэтому мне бы очень хотелось окунуться поглубже и снять, хотя бы чуть-чуть поучаствовать в этом таинственном мероприятии по названию творчества в создании дидактических игр, которые, кстати, дидактическую игру не надо долго создавать по времени, но нужно умение. И мне бы хотелось к вам еще посоветовать прочитать удивительную книгу, она, правда, в электронном варианте встречается только, ее написали Дэйв Грей, Санни Браун и Джеймс Макануфа. Называется она «Игр, в которые играет бизнес». 80 игр, ломающих барьеры, генерирующих новые идеи, догадки и стратегии. Ну, а мы с вами возвращаемся к дидактическим играм, к игровым методам обучения. Я уже сказала о том, что к этим, здесь есть еще, забыла, извините, сказать о том, что существуют имитационные, инновационные игры, но о них говорить мы сейчас не будем. мы понимаем, что на сегодняшний день информации очень много и в минимум времени представить ее довольно-таки структурно и систематично очень тяжело, особенно в том плане, что мы понимаем, что эта информация намного больше и необходимо будет ее осмысливать. Ну, еще потому, что тем, кто идет по непротворенным дорожкам, уготован путь проб и ошибок в процессе перехода от непонимания целей. Посмотрите, вот на этом слайде, как раз о той книге, которую говорил Игорь, в которой играет бизнес, очень много страниц посвящено вот именно вот этому аспекту, что вначале любой человек, который занимается проектированием игры, созданием кейсов и веб-квестов, цели будут неясные. И эти неясные цели, они не всегда бывают очень быстро осознаваемые. И поэтому здесь необходимо будет поговорить о том, как они советуют, например, переходить от неясных целей к ясным целям, какие существуют вопросы, и так далее, и так далее. Итак, мы говорим сейчас о целях. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Хочу предостричь, например, о том, что при объяснении нового материала на занятиях необходимости в дидактических играх нет, так как получение новых знаний с позиции принципа научности не должно маскироваться игровыми развлекательными атрибутами. Но вот если при изучении новой темы будет преобладать развлечение, то это останется в памяти как яркий какой-то фактор, а научная тема будет потеяна. но этого можно избежать, если новый материал будет даваться в форме дидактического театра, о котором я только недавно говорила, или короткой игры на 5-10 минут. В этой игре должны быть понятные правила, здесь должно быть прописано игровое пространство, здесь должны быть представлены границы, время и так далее. Вот целей много. Давайте с вами перечислим. Надо проинформировать команду, обсудить тему, время, количество игроков, четко сформулировать цель, умение собрать всех для мозгового штурма, причем на курсах будем говорить о рекомендациях по созданию мозгового штурма, потому что здесь на практике чаще всего бывает так, 20 минут проводится штурм, потом анализируется то, что придумали в минут 40, то есть два раза больше, и штурм затухает. Ну, а для этого существует довольно-таки интересная на сегодняшний день методическая рекомендация, о которых мы с вами потом поговорим. Итак, вот осознание индивидуальной цели создает ситуацию успеха, и поэтому на этапе цели-предлагания очень важно дать возможность каждому участнику высказать свои суждения. Конкретные, понятные, осознанные действия, точные, не следует употреблять таких расплывчатых выражений, как узнать, почувствовать, понять, и мы должны естественно в процессе создания игрового пространства уметь задавать вопросы. Поэтому я сюда включила прием, я очень много использую приемов, у меня их более, я даже не знаю, более 150-200, я уже их не считаю. Один из замечательных приемов, который я очень люблю, относится цепочки цицерона, скучающие вопросы в что, где, когда, зачем, почему, откуда и так далее. Ну вот, при проектировании, конструении, режиссировании дидактической игры можно выделить аспект не начала игры, а конец. то есть можно с конца посмотреть, а как будет выглядеть победа, как будет выглядеть чувство радости. Вот NetGranch это 25 тысяч участников со всего мира, более 100 спикеров, ведущие профессора со всего мира за 4 дня предоставили такую колоссальную радость. И надо было заряжать еще батарейку до 100% для того, чтобы можно было то есть это колоссальное чувство приобщения каждый с тобой одним работают, в то же время ты работаешь в команде, где ты можешь задать вопрос и на него ответить. Поэтому при проектировании необходимо будет посмотреть, как будут выглядеть бэджики, как будет выглядеть система оценивания, когда педагогу надо подойти, когда надо будет не прикасаться, пусть они думают сами, проектируют сами. То есть вот эти вот вопросы, что делаем, как будем исследоваться, когда сделаем, кто участвует, с кем лучше готовить игру, как организовать подготовку, кому поручить быть лидером и так далее. Это надо прорабатывать обязательно на этапе проектирования. А сейчас я начинаю уже улыбаться, я вспоминаю ту дидактическую игру, которую я провела. Она называется «Любовь с первого взгляда» или «Повторим залоги». Ну, я сейчас постараюсь вам кратко анонсировать эту игру. Она будет в проекте рассматриваться довольно-таки подробно. Почему? Потому что цель колоссальная. То есть мы будем готовить наших учащихся студентов к тому, чтобы они поэтапно на каждой теме постарались готовиться к этой игре. Даже незаметно где-то как-то так. Ну, а в конце представьте себе конец года, нам надо повторить зоологию и мы выбираем 14 человек в костюмах разных животных на первую часть знакомства с гостями, где животные рассказывают о себе, животные, конечно, в кавычках. Вторая часть по звуке свадебного вальса создаются пары с гостей. Ну, вы представляете, кто с кем может встретиться, иногда бывает очень смешно. И после того, когда пары созданы, наступает третья часть, в парах проверяется оценка знаний, строения, жизнедеятельности своего партнера. Четвертая часть для всех, там конкурсы, вопросы с вариантами и ответами. Если ответ правильный, то игроку вручается биологическая унция. Если добавляется к этому ответу информация со стороны зрителей, то они тоже получают какие-то баллы. Ну, а за неправильный и неточный ответ баллы, конечно, надо будет снимать. Подводятся в заключение итоги, ну, и победители, рефлексии и так далее. То есть мы можем сказать о том, что вот этот праздник, познания, который на этой дидактической игре бывает, он запоминается надолго, и его можно применять не только на залоге, это можно в любых предметах, в любых учебных дисциплинах делать, совместимый, несовместимый, и рассказ о том, как выглядит твой партнер, какие у него есть особенности, и так далее, и так далее. Я сейчас перейду к следующей редактической игре, она называется «Минута обогащения». Мне эта игра тоже очень нравится, у меня существует около 8 или 10 уже не помню модификаций минут обогащения. Смысл сводится к тому, что индивидуально готовится какая-то информация, а затем в диадах или в тетрадах в течение трех минут и всегда можно найти 3-4 минуты на занятии образуется эта группа, и они обмениваются какой-то новой интересной информацией. Потом группа меняется, то есть они все бывают динамические в результате, а новая информация представляется участникам на протяжении 3-4 занятий, а потом уже с этой информацией можно сделать все то, что они пожелают, ее можно включать веб-квест и так далее. здесь на этом слайде представлены правила игры, которые включают подготовительный этап, основной, заключительный, ну и естественно домашние задания. Ну я так думаю, что в это, так как можно скачать, в это внимательно потом посмотрите, я не буду на этом останавливаться. Следующая игра будет прокладывать логика или нить ариадной. Ну и самого названия мы уже можем с вами понять, о чем здесь идет речь. Правила понятные, здесь надо готовить вопросы, вопросы с подвохами, которые вызывают еще откат на другие рубежи и набор баллов. Сейчас мы приходим к третьей части, которая была заявлена у нас, это кейсы, кейс технологии. Кейс технологии, как вы знаете, родилась в Гарвардской школе бизнеса США в начале 20 века. В России ее называют еще методом анализа конкретных ситуаций с сонными задачами. На слайде дано определение, зачем нам нужен кейс. Цель кейса это совместными усилиями группы учащихся проанализировать какую-то ситуацию, реальную ситуацию, которая была, разработать варианты проблем, найти практическое решение, ну и закончить оценкой предложенных алгоритмов. Почему эти кейсы так широко сейчас применяются? Ну потому что здесь можно будет выработать очень быстро профессиональный багаж для будущих профессиональных багаж для того, чтобы в своей профессии работать с проблемами, которые будут встречаться. Там уже будут четко прописаны все ответы. Существует два варианта, существует вариант с одним ответом на проблему, существуют множественные, но это уже более детально, вы можете с этим познакомиться, если захотите. Когда мы говорим о кейс-технологиях, вообще-то мне считалось, считаю, и не только я считаю, что первым кейсологом считают Сократа. И в Пире Платона советую вам послушать радиопостановку замечательного Платона Пира, где идут диалоги Сократа. И не только Сократа, а любви, они говорят. И вот такое небольшое мечтающее высказывание. Хорошо бы, как говорил Сократ, если бы мудрость имела свойство перетекать из того, кто полн ею, к тому, кто пуст, как течет вода по шерстяной нитке из полого сосуда пустой. Но, к сожалению, это очень сложно сделать, свою голову, и своей головы нельзя передать все знания, а необходимо будет эти знания встраивать в свой собственный личностный багаж, образовать различные синапсы и прочее, прочее, энграммы и так далее, для того, чтобы можно было бы потом пользоваться именно уровнем умений. На следующем слайде типы кейсов представлены, я очень быстро о них скажу, тренировочные, тренировка обучаемых в изменяющихся ситуациях. Обучающие, здесь мы говорим об владении знаниями, динамически развивающихся объектов, аналитически понятно, это умение аналитической деятельности, исследовательские, получение нового знания, систематизирующие, тоже понятно, прогностические, это будущее какой-то системы, на слайде виды кейса представлены, и мы можем сказать, что цель это поиск информации самим учеником, обучение в работе с информацией, ее сбором, систематизацией и анализом. Хотела бы сказать о преимуществах кейс-технологии, они представлены на слайде, и если позволите, я не буду их зачитывать, вы потом можете с ними познакомиться. А вот хотелось обратить ваше внимание на требования к составлению текста ситуационной задачи. Здесь я использовала такой интересный прием, на мой взгляд, когда вы задачу даете в форме картинки или даете в форме ментальной сети. Можно смещать, конечно, то и другое, можно давать по очереди, но вот здесь это уже вопрос методологии, как это лучше сделать. Говоря о секционной задаче, вы, наверное, можете тоже много вариантов дать, как они составляются, как они решаются. Я просто хотела сказать о том, что для идеальной секционной задачи необходимо будет то, что она должна отражать реальную проблему. И, естественно, она должна быть мастерски рассказана. Она должна описывать ситуацию, должны там быть какие-то статистика должна быть. Ну, естественно, она должна быть лаконичной. Когда я работала с ординаторами в этом, давала такие задания составить ситуационную задачу, то я предложила такой вариант. Пусть ваша задача будет очень коротенькой, лаконичной, маленькой, но, естественно, там будет не вся информация, которая необходима будет, например, для постановки диагноза. И вы тогда подходите к преподавателю и говорите, а мне не хватает вот таких-то вот, и дальше вы перечисляете, что мне хватает. И преподаватель уже может понять, насколько вы владеете этой темой, потому что вы уже даете четкий запрос, что вам надо, какие анализы посмотреть для того, чтобы эту задачу дополнить. То есть если вариант задачи очень полный, очень трудно бывает разобраться в ее сути, что же требуется. А лаконичный вариант задачи, он всегда бывает эффективным. Говоря о технологии создания ценных задач, мы идем с вами сверху, от этапов сбора информации и так далее. здесь, конечно, можно рассмотреть этапы, такие как знакомство с ситуацией, ее особенностями, выделение проблемы. На третьем этапе мы можем предложить темы для мозгового штурма, потом, естественно, анализ принятых каких-то решений, потом решение кейса и, естественно, рефлексия. На этом все обязательно должно заканчиваться. А потом уже написание текста. А мы бы сначала написание текста, потом рефлексии. Но рефлексии желательно учить, потому что наши учащиеся, наши студенты не всегда владеют этим. На следующем слайде этапы работы над кейсом ознакомительные, аналитические, итоговые. И я вношу сюда прием теговички техники, которые разрабатывала. Они здесь не прописаны четко, с названиями, но они прописаны по сути. Мы переходим с вами к следующему, к методам. О методах тоже много информации есть. Вы можете почитать. Метод инцидентов, как вы знаете, анализ процесса получения информации, когда обучаемый получает кейс не в полном объеме, сообщение может быть письменным или устным по типу случилось, произошло. Метод разбора деловой корреспонденции еще называется баскет-метод. Это работа с бумагами, относящимися к ситуации, к проблеме. Тогда учащиеся получают от преподавателей папки с одинаковым набором документов, а в зависимости от темы предмета. Цель ученика занять позицию человека, который ответственный за работу с входящими документами и справиться с этими задачами. Есть такой метод, как игровое проектирование, цель создания проектов. Есть ролевая игра, метод дискуссий, кейс-стадии и так далее. Я хотела вас познакомить с следующим примером визуализации кейсу по поиску проблемы. Сейчас очень много рассматриваются различных художественных произведений для того, чтобы учиться формулировать проблему, находить ее проблему. Я обязательно на курсах посвящу этому довольно-таки достаточно времени. Почему? Потому что порой, даже не порой, а почти на все 100% найти проблему бывает очень сложно. И поиск проблемы занимает определенное время. Здесь нельзя помогать человеку давать готовое знание. Он должен сам попробовать и поискать. И для этого годится вот такая визуализация, где вы распитываете главных героев. Вы начинаете брать какие-то количественные показатели и начинать качественно исследовать и смотреть. И потом выходить на ту проблему, которая характерна для каждого из этих героев. Это очень интересно, это очень увлекательно и это очень познавательно. На курсе я постараюсь вас увлечь этим направлением, для того, чтобы свои проблемы решать через знакомство с художественной литературой, с проблемами художественной, которые описаны в художественной литературе. Кстати, я заметила, что обычно обучающийся выбирает то художественное произведение, тот фрагмент, тот маленький отрывочек, достаточно несколько абзацев, для того, чтобы составить институционную задачу, подготовить кейс, который необходимо им для жизни решать. И в рефлексии они очень часто писали о том, а вы знаете, что вот я даже и не думала о том, что я смогу решить проблему, которая меня столько мучила, которая мне так не давала спокойно и красиво и счастливо существовать. Следующий это фрагмент кейса. Я понимаю, что это фрагмент, потому что полностью давать не стоит, но он довольно-таки в большом объеме представленный. Существуют разные классификации, надо будет дать характеристику более подробную этим классификациям учеников и попросить с позиции приема педагогической техники, они будут так любезно сказать да или против данной классификации, а потом все это обсудить. Как у нас учится студент? Как он? Копирует чужие знания? Без аппетита поглощает готовую пищу? Или он схематизатор, или он новатор, или он модельер? Но об этом можно будет поговорить уже более подробно в группе. Вот такой фрагмент кейса я вам предлагаю посмотреть, который требует выявить закономенность. Это довольно-таки сложно. Здесь надо будет подумать, посмотреть и естественно постараться решить. Фрагмент кейса высказать свою точку зрения, опровергнув какие-то тезисы. Тоже очень интересное задание. Фрагмент кейса опишите свой стиль учения. Он позволяет как раз перейти на процесс осознания своих проблем и решения их. Вот такой кейс «Мой успех в моих руках». Представьте себе, что у вас выполнили все ваши шпаргалки для решения какого-то задания. Я специально все перепутала и надо будет сделать две таблицы. Первая графа функции, а вторая функция поддержки отношений. функция решения задачи и дается содержание этой таблицы. Надо будет разнести их в эти две графы. Еще кейс называется «Три стратегии». Это мой роман, который мы писали мамы более 30 лет. Здесь в этом романе молодая девушка узнает о том, что она попала в плен. Это средневековый замок. Она ей страшно, она понимает, что страх не должен перерасти в ужас, и надо понять, где она. И чтобы раздобыть информацию, она использует разные стратегии. В нашем романе она сначала поет для того, чтобы привлечь внимание простая филиохранника и узнать у кого. Потом она, когда открывается дверь, она видит бывшего управляющего, которому много лет наживался на чужих бедах, которые она разоглачила. Он еще зол на нее пришел ее убить. И она использует другую стратегию, стратегии молчать, наблюдать. Ну и третья стратегия и так далее. А я предлагаю вам не подумать и поискать материал, который позволит, психология еще много представлен этого материала, который может найти пути для того, чтобы побороть свой страх и не переводить его в состояние ужаса. Традиционно я всегда отдаю советы бывалого ученика, они представлены на этом слайде. Мы о них сегодня говорили, о том, что плохой учитель преподносит тысячу на хорошее учитель находить, о том, что путь ученика не заучивает науку, а выдумывает ее сам, так считали бывалые ученики, и мы с ними можем соглашаться. Я еще хотела вам посоветовать использовать мой прием для геологической техники, который называется цветовая рефлексива, можно использовать на разных этапах занятий, почему, потому что тогда вы можете и в начале, и в середине, и в конце работы четко понимать, когда ваш обучающийся использует какой-то цвет для того, чтобы можно было понять, каково ему в этой теме на этом занятие, ну и потом проанализировать. Ну, мы с вами завершаем сейчас, и мне бы хотелось, чтобы вы попробовали в чате, уходя, значит, написать тот цвет шляпы, который был характер для вашего настроения, когда вы меня сегодня очень внимательно слушали. А я хочу послушать ваши вопросы. Есть ли у вас вопросы? вопросы? Итак, ну, как обычно, вопросов у нас нет. Ну, спасибо. Рефлексия? Я всегда говорю рефлексия. Многих боится рефлексия, но это, извините, ну, кому как нравится. Должен же быть у нас какой-то недостаток, но я говорю всегда рефлексия. Так, зеленая шляпа и желтая, мне очень приятно. Зеленая шляпа, замечательно. Мне это очень импонирует, то, что выбираете этот цвет шляпы. А я жду ваших вопросов и даже синие. Ну, великолепно. Мне это очень нравится. Пока белый не видно, да? И черный. Я, конечно, сегодня говорю очень быстро, мне хотелось как можно больше вам рассказать. Ну, замечательно. Благодарю вас. Просто чудесно. И даже такой замечательный цветочек. Вы были очень внимательны, терпеливы. А я приглашаю вас на... Благодарю вас за внимание. Извините, что я перебрала немножко время. Приглашаю на онлайн-курс, который будет довольно-таки новым, необычным. Проектируем в Этплест и игры и кейс в учебном процессе. Он начнется 1 июня. Ну, если кому-то интересует дидактическое сопровождение в Этплестов, если хотите вы сами научиться проектировать игры, писать сценарии к играм и кейсам, приходите на курс, который будет довольно-таки скоро. Если вопросов нет, то большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...